Друзья, что вы знаете о таком привычном с детства напитке, как вино, как кисель? А историю про то, как кисель спас город, слышали? Вот в повести временных лет сказано, что при осаде печенегами Белгорода жители города, понимаешь, пошли на хитрость и выкопали два колодца. Поставили в них кадушки с киселем и позвали печенегов типа для переговоров. В процессе переговоров они легко так из колодца подымали, понимаешь, в кадушках кисель, сами пили, печенегов угощали. Те, естественно, подумали, что русских кормит их земля и бессмысленно заниматься осадой города. Вот таким образом кисель спас город. Интересно, а как сегодня делают этот кисель? Какие ингредиенты входят в его состав и что это вообще такое? Это жидкая еда или твёрдый напиток? Вы наверняка узнали нашего старого знакомого Михаила. Этот отчаянный экспериментатор уже доказал, что может носить воду в решете и писать вилами по воде. На этот раз Михаилу предстоит проверить новое выражение. Молочные реки, кисельные берега. Так говорят о сказочной, полностью обеспеченной жизни. Это символ достатка и благополучия. Нас интересует, откуда пошло это выражение? Почему сладкий напиток имеет такое кислое название? А главное, как из жидкого киселя получались твёрдые берега? С молочными реками всё понятно. Молоко жидкое, так что реку из него сделать не проблема. А как насчёт кисельных берегов? Киселём Михаил пока не разжился, зато у него есть крахмал и варенье. Из этих ингредиентов сделать кисель элементарно. Для начала протираем варенье через сито, чтобы продукт получился однородным. Эту сладкую массу смешиваем с водой и ставим кипятить. Пока сироп закипает, подготовим второй ингредиент – крахмал. Его нужно растворить в холодной воде. В горячей крахмал свернётся в комок. Крахмальную воду смешиваем с сиропом и варим. Кисель почти готов. Вкус, знакомый с детского сада. Переходим к сказочному ландшафту. Создавать его Михаил будет в этой оригинальной посуде. Посмотрите, что получается. Сделать молочные реки, как мы и предполагали, не проблема. А вот с кисельными берегами получилась какая-то кисельная заводь. На берега это похоже только с виду. Жидкие и растекаются. Неужели твёрдые кисельные берега бывают только в сказках? Михаил не сдаётся. Попробуем схитрить и усовершенствуем нашу посудину. Снова ничего не вышло. Кисель опять растекается. Может, нужен какой-то особый твёрдый кисель? Но как жидкое превратить в твёрдое? Ответ на этот вопрос наверняка знают на этом заводе. Здесь производят то, что нам нужно. Твёрдый гранулированный кисель. Что же делают с жидким киселём? Замораживают? Выпаривают? Давайте разбираться. Пока всё понятно. В этом чане уже известный нам крахмал, который смешивают с сахарной пудрой. Далее готовую смесь пропускают через магнитную защиту. Нужно избавиться от возможных металлических примесей. Интересно, насколько надёжно защищает эта система? Давайте проверим. Несколько булавок и кнопок – то, что нужно. Магниты сработали, как фейс-контроль в ночном клубе. Посторонних кисель не пропустят. Пора придать будущему киселю привычный цвет. На этом производстве для этих целей используют натуральные ягоды. Их превращают в однородное пюре разными способами. На мясорубке и под прессом с ручным приводом. Чтобы пюре не прокисло раньше времени, его обязательно нужно прокипятить. А вот теперь пришла пора соединить все ингредиенты. Но когда же это всё разбавят водой? А прямо сейчас воду в кисель добавляют в виде травяных отваров. Для большей пользы. Но ведь этой воды явно недостаточно. Смесь сухая и похожа на цветное тесто. Тесто отправляют под пресс, похожий на мясорубку. Как вы уже догадались, никто не собирается делать жидкий кисель, а потом выпаривать из него воду. Тут кисель сразу же делают твёрдым. Из такого-то материала должны получиться отличные берега. Только пока это какие-то кисельные колбаски, которые отправляют в сушилку. Кстати, сушить кисель догадались только в 20 веке. Сначала гранулированный концентрат киселя входил в солдатские пайки многих стран. И только потом его распробовали и гражданские. Дело в том, что сухой кисель хранится куда дольше, чем жидкий. Ведь чем больше свободной влаги в продукте, тем быстрее он плесневеет. На производстве сушат кисель в так называемом кипящем слое. Но, как мы уже поняли, кипятком кисель разбавлять не будут. Видите? Туда можно спокойно засунуть руку. Значит, температура там вовсе не как в кипящей кастрюле. Что же тогда там происходит? Кисель рыхлит воздух, который подаётся к сушилке снизу. А температура его не превышает 45 градусов. Иначе все витамины улетучатся, а кисель потемнеет. Высокая температура разрушает натуральные красящие пигменты. Кисельные гранулы почти готовы. Да, жидкого киселя тут отродясь не видывали. Продукт изначально делают сухим. В лаборатории даже проверяют содержание влаги. Чем её меньше, тем лучше. Прибор показывает, что влажность киселя оптимальная. Около 2%. Такой точно не испортится. А кисель уже вышел на финишную прямую. Его осталось распасовать по пакетикам. Прочный строительный материал для кисельных берегов на молочной набережной упакован и может отправляться на стройку. Из таких гранул насыпать берега кажется не так уж и сложно. Попробуем. Пока всё идёт как надо. Но берегами кисель был недолго. Молочная река всё размыла. Неудивительно, ведь гранулированный кисель для того и нужен, чтобы при контакте с жидкостью превращаться в напиток. К тому же сухой кисель появился только в 20 веке. А сказочную поговорку придумали ещё во времена Древней Руси. Вы удивитесь, но киселю больше тысячелетия. Он упоминается ещё в повести временных лет. Михаил настроен решительно. Он будет готовить кисель по рецептам Древней Руси. Дело ответственное, поэтому нужно как следует подготовиться. Овёс, отруби, пшеница и ещё раз овёс, только проросший. Все злаки смешаем и зальём водой. И никаких фруктов и ягод. Кисель был блюдом простых людей. Его готовили в любое время года. Теперь смесь лучше поставить на сутки в тёплое место. Но только не к печи. При высокой температуре молочнокислые бактерии, содержащиеся в проросшем овсе, погибнут. И не начнётся важный процесс для древнего киселя – брожение. Посмотрим, что с нашим киселём. Овёс разбух, и получилось сусло – кисельный полуфабрикат. Его нужно протереть через сито, отжать крахмал. Чтобы крахмал из овса выходил лучше, в него добавляют немного воды. С первой водой выходит много крахмала. Со второй – меньше, а с седьмой – вообще ничего. Отсюда, кстати, и пошло выражение – седьмая вода на киселе. То есть, когда с оригиналом нет ничего общего. Это и есть кисель? Пока нет. Получившуюся жижу оставляем на сутки. На этот раз в прохладном месте. За сутки смесь расслоилась. Верхний слой – жидкий. А внизу – рыхлый белый осадок. Наверное, кисель – это то, что сверху. Вы удивитесь, но древний кисель – это нижний, плотный слой. Перед подачей на стол его ещё варят и остужают. Вот он – готовый старославянский кисель. Пить его не получится. Зато его можно есть ложкой. Несмотря на это, кисель и тогда считался напитком. В древнерусском языке слово «напиток» происходит не от слова «пить», а от слова «питать». Напитками называли питательные кушания. Вода, например, напитком не считалась, а кисель считался. Интересно, а каков же этот кисель на вкус? Давай, пробуй. Не бойся. Как и предполагалось, кисель совсем не сладкий, а даже кислый. Поэтому-то он так и называется. Древний кисель – от слова «кислый». Такой вкус ему придают молочно-кислые бактерии, которые его заквашивают. Ну что, Михаил, попробуем соорудить кисельные берега. Твердый древний кисель с ролью берегов справляется отлично. Кстати, именно так его и подавали на праздничные столы. Кисель заливали молоком. Это было одно из любимых блюд наших далеких предков. Так что и тебе, Михаил, приятного аппетита. Мы убедились – молочные реки и кисельные берега – образ не сказочный, а очень даже реальный. Проверено Галилео. Кисель, оказывается, не только вкусный, он еще и фантастически полезный. Кисель рекомендуют людям, страдающим повышенной кислотностью. Причем неважно где. Да. Или вот еще, например, кисель помогает от простуды и… И при гриппе помогает кисель. Так вот оно, самое лучшее противовирусное средство. Друзья, если вы заболели, не дай бог, сразу пейте кисель. И он вас вылечит. Если, конечно, он не из холодильника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ха-ха!